В Алматы сегодня показали отремонтированное здание Акимата. Сооружение восстанавливали практически с нуля после январских беспорядков. Тогда огонь уничтожил 80% здания, охватив все 6 этажей, 4 павильона и подвалы. Над восстановлением объекта работали больше года и уже на следующей неделе чиновники вновь вернутся в свои кабинеты. В отремонтированном Акимате побывала и моя коллега Айгуль Мухамбетова. Фасад из белого мрамора, новые двери, обновленное здание уже не напоминает выгоревшие руины. Восстановить пострадавшее во время январских событий сооружение удалось в относительно короткие сроки. В первую очередь в Акимате изменилась входная зона. Для обеспечения безопасности установлены огнеупорные двери. Также дополнительная защита на окнах первых этажей, а доступ для сотрудников будет осуществляться с помощью Face ID системы. Застройщик попытался сохранить архитектурный стиль. На полу, колоннах и потолке первого этажа все тот же мрамор. Реставраторы постарались вернуть ему первоначальный вид. При этом здание полностью модернизировано. Большое внимание уделили пожарной безопасности. Использовали негорючие материалы. Перегородки, которые отсекают все павильоны на пожарные зоны. В случае какой-то чрезвычайной ситуации, я думаю, здесь проблем не возникнет, потому что все системы работают в автономном режиме. А это значит, что системы пожаротушения позволят быстро локализовать огонь, даже без участия человека. Провели и сейсмоусиление здания. Теперь оно может выдержать десятибальное землетрясение. Из новшеств на первом этаже Акимата появился операционный зал для оперативного приема граждан. До пожара здесь такого помещения не было. Работать он будет по принципу цона. Любые проблемы гаражан планируют решать на месте. Для этого достаточно взять талон по интересующему вопросу. В старом здании Акимата не было условий для маломобильных граждан. Сейчас они могут попасть во все помещения Акимата. Восстановлены три из четырёх павильонов, на которые поделено здание. Последний завершат через месяц. При этом количество, площадь и расположение кабинетов остались прежними. Это 360 комнат на 700 мест. В том числе просторный офис градоначальника. Сейчас принимаем инженерные коммуникации здания. Некоторые специалисты потихоньку перевозят свои вещи. На следующей неделе, думаю, уже приступим к работе. Аким тоже в начале следующей недели переедет в свой кабинет. Всего на ремонт Акимата потратили 17 миллиардов тенге из республиканского бюджета. И по заверению экспертов он прослужит как минимум треть века. Напомню, здание, построенное ещё в 80-х годах прошлого столетия, пострадало во время январских событий. Были уничтожены все кабинеты, облицовка, подвалы, 80% сооружения. Ну а пока чиновники готовятся к переезду, в Алматы судят тех, кто предположительно был причастен к нападению на Акимат на скамье подсудимых 11 человек.